Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша 2000. Меня зовут Оксана. Сегодня опять я буду писать океан. Очень похожий вид, как было в прошлом видео. Бумагу я использую Пол Рубенс. Я так понимаю, что это стопроцентный хлопок, хотя на нём не написано. И этот блок я уже использовал раньше. Бумага мне очень понравилась. Это бумага хорошего качества по достаточно недорогой цене, если сравнивать с другими брендами. Перед вами сейчас фотография, на которую я буду опираться и буду создавать примерно такой океан. Я не буду делать полную копию, полностью повторять всё, что на фотографии. Мне, например, не сильно нравится, что вот эта тёмная туча вверху занимает этот угол. В результате этот угол тяжёлый. Я распределю эту темноту по углам. То есть будет часть тучи выходить с левой стороны и часть тучи с правой стороны. И я надеюсь, что в композиции это будет создавать равновесие. Вначале думала я делать эту работу по-сухому, но бумага с такими зубами, с такой текстурой, что будет легче наносить краску, если бумага уже влажная. И я не наношу много воды. Так буквально один-два раза макнула кисточку в воду, а потом всё это растираю по листу бумаги, чтобы было более-менее равномерно. В небе видно достаточно много красивого голубого цвета. И вот эти голубые участки я хочу сохранить, поэтому я начну сразу с голубого цвета. Карандашный рисунок я не делаю. Но если вам трудно сориентироваться на листе бумаги, то ничего страшного, если вы карандашом легонечко нарисуете контур туч, и тогда вам будет чётко понятно, где именно закрашивать голубым, а где просто оставлять белые пятна, а потом в эти белые пятна вы ещё будете вносить серый. Но, честно говоря, это много работы. Вырисовывать каждое маленькое облачко в небе. Особенно с левой стороны, вот там много таких мелких белых участков. И то, что вы видите сейчас, я просто наношу голубые пятна, но стараюсь как-то создавать порванный край, волнистый край у этих пятен. Тогда это будет больше похоже на просветы между тучами или облаками. И сейчас я пытаюсь избегать подтёков, поэтому кисточка полусухая. И хорошо, что бумага была смочена заранее. То есть все эти мазки легко остаются. Если бы я это делала по сухой бумаге, во-первых, край был бы очень жёсткий, а сейчас, даже если край кажется жёстким, он потом разойдётся из-за того, что эта бумага влажная. Ну и потом легче краска сходит с полусухой кисточки на влажную бумагу. Вот если вы рисуете воду, и вам надо, чтобы там был блеск, то тогда можно полусухой кисточкой по сухой бумаге, и кисточка сама будет оставлять эти мелкие пятна, которые будут выглядеть как блеск на воде. Вначале как-то тяжело себе представить все эти формы, которые мы создаём, потому что сейчас я не рисую тучу, а рисую промежутки между тучами. То есть я делаю негатив, а это всегда сложнее, но и чище. Обычно, когда делают участки там, где облака и тучи, то используют более влажную кисточку, для того, чтобы вся эта краска двигалась, и именно вот это движение будет создавать все эти туманные пятна. Поэтому, на мой взгляд, легче сделать полусухие голубые пятна, а потом уже вписывать более влажную и более подвижную акварель. Работа сегодня опять достаточно быстрая. Я в неё вложилась опять за 25 минут, несмотря на то, что кажется, что этот процесс медленный. Ну, во-первых, я одновременно продумываю, где как должен выглядеть этот мазок, где придавить чуть больше, где меньше. Иногда я даже репетирую рукой, вы можете видеть пару движений до того, когда я прикоснусь к бумаге, и тогда в результате можно добиться того, что у вас будут получаться такие легкие прозрачные полосы. В прошлой работе у меня краска была более мокрая, более влажная, и кисточка была более влажная, и поэтому голубые участки не сохранились. То есть краска передвигалась и заполнила эти голубые участки. И в той работе они стали светло-серые. Я не говорю, что это там работу портит, просто получается как будто бы другой стиль. Ну вот она, более влажная акварель, более густая и более темная. И это уже будет сама туча. Так что я говорила, что в этой работе я хочу сохранить голубой цвет неба, вот примерно как у меня на фотографии, может быть не настолько ярко. Кстати, яркость этого голубого цвета ещё зависит от линзы, от того, как фотографирует камера. На самом деле этот голубой цвет в небе не был таким ярким, таким синим. Всё-таки была такая какая-то туманность вокруг, и все цвета были слегка приглушённые. Ну вот интересно, как фотоаппарат улучшает что ли цветовые качества, тем самым создаёт яркость намного больше, чем есть на самом деле. Как вы видите, туча у меня на вид сейчас кажется чёрной, но она высохнет, будет серой. И это составной цвет. Я использую индиго, и потом я туда добавила коричневый. Можно было добавить жёную сиену, но в этой палитре у меня сейчас нет жёной сиены, и я её заменила таким красивым коричневым цветом, он такой горячий. Я бы сказала, даже теплее, чем жёная сиена. И он называется, если сказать это по-русски, что-то вроде как оксид красного железа. И моя краска, это от фирмы Daniel Smith, но я слышала, что у M-Gram это тоже очень хороший цвет и хорошая краска. Хотелось бы сделать это пятно более разнообразным, а не просто большой серой массой. И поэтому прямо туда, вовнутрь, я ввела два цвета, опять холодный и тёплый, то есть индиго и коричневый. То есть не замешиваю её на палитре, а даю возможность ей смешиваться прямо здесь, на поверхности бумаги. Вся поверхность, куда я ввожу сейчас эту серую краску, у меня влажная. Как вы видите, я кисточкой притрагиваюсь, и начинается там что-то происходить. Ну вот постепенно из этого надо слепить нечто похожее на тучу. Мы, конечно, здесь рассчитываем на удачу во многом. Как только акварель идёт на влажную бумагу, то вы не можете всегда чётко контролировать и предупреждать, что будет происходить. Вначале может казаться всё хорошо, но потом, когда это высохнет, краска может так разойтись, что получатся какие-то пятна совсем не такие, как нам хотелось. Главное не переделать. Вот если на этом этапе уже оставить и дать этой краске там расходиться постепенно, то в принципе всё получится. А вот когда мы не спешим, вот, например, сейчас даже, вот скажем, кому-то не нравится форма этой тучи и хочется её подправить. И вот это подправление приведёт к тому, что вся туча будет испорчена. Всё из-за того, что то, что мы видим сейчас, это не то, что будет, когда высохнет. То есть надо понимать, что так как вокруг всё влажное и бумага была смочена заранее, вот это пятно тёмное, оно постепенно будет расходиться, оно будет расширяться. И там, где виден чёткий край, этот край постепенно будет смягчаться. Всё это будет происходить само собой. Но опять же, мы точно не знаем, как это произойдёт. Вот, мы в прямом смысле слова здесь полагаемся на удачу, на то, что эта бумага и краска сделают всё более-менее приятно для нашего глаза. Но я знаю точно, если мы будем пытаться руководить этим процессом, то мы испортим. Вот здесь внизу как-то так попадают лучи солнца, что получился вот такой жёлтый туман. Я для этого использую натуральный цвет. Чаще всего я использую натуральную сиену. Ну и немножко кадмий, так как он у меня там есть. Можно, в принципе, кадмий не использовать. Если нет таких красок, как у меня, вот кадмий, натуральная сиена, Ханса может заменить всё. Ханса вообще замечательно жёлтый. Если бы у меня не было возможности иметь столько красок, а вот купить только один тюбик жёлтый, то я бы, конечно, купила Хансу. На каком-то канале я слышала, как это слово говорят по-русски, и, по-моему, это было как типа ганза или ганза, чё-то такое. Ну, я думаю, вы понимаете, что это за краска, особенно если вы этим интересуетесь. У меня есть краски Невской палитры, у меня там есть натуральная сиена, и, конечно, нет никакого сравнения. Вот в этой палитре у меня натуральная сиена от М-Грамм, и, как вы видите, она размывается мгновенно. В данный момент я и не пользуюсь, но на палитре она ещё блестит. Это вторая жёлтая сверху, и видно, что она ещё влажная. Я кисточкой там провела один или два раза, и всё. Краска уже размочилась, влажная берётся на кисточку. То у Невской палитры эти натуральные краски, они становятся буквально камешками через несколько месяцев, после того, когда вы выдавите их из тюбика. И ими пользоваться намного сложнее. Их надо заранее там размачивать, там долго водить кисточкой. Так, процесс минут пять, наверное, чтобы приготовить натуральную краску в Невской палитре к тому, чтобы ей можно было ещё как-то пользоваться. То другие бренды этим не страдают. По крайней мере, М-Грамм точно. Я сейчас аккуратно растираю края этой тучи, но хочу вам честно признаться, можно было бы этого и не делать. Бумага влажная, эти края бы разошлись сами. Если вы это делаете, то будьте очень аккуратны, чтобы кисточка не была влажнее, чем это пятно. И каждый новый слой краски, который вы туда вписываете, должен быть чуть-чуть гуще, чем то, что на бумаге. Тогда всё будет нормально. Как только влаги на кисточке сильно много, всё, вся туча будет испорчена. Потом ещё, что очень важно, это не убить белый цвет. Когда мы делаем небо с тучами, то очень важно иметь три тональности. Что-то самое светлое, а это пятна между тучами, между небом. И эти пятна, они часть тучи. То есть края этой тучи, они более белые. Или там, где идут просветы солнца, это всё тоже более белое, более яркое. Вот очень важно это белое не закрасить, чтобы оно было. Потом очень важен средний тон, и это голубые пятна, там, где видно небо. И очень важен тёмный тон, самый тёмный. Это, естественно, туча. Ну, не вся туча, так как мы хотим там разнообразия серого и тёмного в этой туче. Но где-то в каких-то участках тучи должна быть концентрация очень тёмного тона. И вот тогда небо будет привлекательное. Вот то, что я сейчас делаю, это очень опасный манёвр. Мне как-то повезёт, ничего не испортится, но лучше этого не делать. Лучше вот на этом этапе не подправлять, так как этот участок, туча с правой стороны, она в процессе высыхания, и там всё идёт хорошо. То есть не надо делать никаких поправок. Чёрт попутал. С левой стороны в углу ещё краска очень влажная, то есть туда можно ещё что-то добавлять. Можно добавить тёплый, можно добавить синий. Но на вот этот участок, который выходит ближе к центру, уже лучше ничего не добавлять. Там уже тоже начался процесс высыхания. Вот в этом ещё сложность акварели, что что-то менять, добавлять краску или её выбирать можно тогда, когда всё это свежее и влажное. Либо когда это на 100% сухое. Но вот в этот процесс высыхания краски вмешиваться нельзя. То есть если вы провели линию акварельной краской либо сделали какое-то пятно, где-то минуты через 3-4 всё, уже это пятно трогать нельзя. Значит, всё, что вы хотите сделать, надо сделать быстро. Вот до того, когда пошёл этот процесс высыхания. сейчас я буду делать горизонт. И для этого я пользуюсь линейкой. Горизонт буду проводить акварелью сразу под линейку. Я вам хочу сказать, что вот эта проблема с использованием линейки или не использованием линейки мне уже надоело. Ну, в смысле каком? Каждый раз, когда я пользуюсь линейкой, какое бы это видео не было. По перспективе, по акварели. Как удачно это размазалось, красиво даже. Ну, так вот, каждый раз находятся люди, которые мне начинают сразу писать. Настоящие художники линейкой не пользуются. Либо, а вот когда я учился там в каком-то там институте, и мы рисовали, то нам линейкой запрещали пользоваться. Ну, и вот в таком духе. Хотите, верьте, хотите, нет. Буквально каждому видео, где я пользуюсь линейкой, включая видео по перспективе, где без линейки вообще невозможно нарисовать. Если кого-то это раздражает, то ну, что я могу сделать? Меня не раздражает. Когда я училась здесь, в Америке, это была профессия иллюстратор, график-дизайнер, наоборот, они требуют, чтобы все линии были четкие, ровные, чтобы все эти иллюстрации были красиво раскрашены, и поэтому, естественно, пользовались линейками. К тому же, с людьми, которые так борются с использованием линеек, у меня лично разное мнение о том, кто такой настоящий художник. На мой взгляд, настоящий художник – это совершенно свободный человек, который пользуется любыми материалами, чем хочет, когда угодно. Использует разные палочки и веточки для того, чтобы положить какой-то штамп, использует даже песок для того, чтобы показать структуру, очень часто делают отпечаток настоящей ткани, там, где рисуют ткань, вот, например, человека, одетого в одежду, и вот, чтобы ткань была похожа на ткань, делают печать тканью. Да и вообще много чего другого креативного. То есть, для меня настоящий художник – это человек, который свободен в самовыражении своей фантазии, своей креативности. Есть, конечно, другая большая категория людей, которые тоже художники, тоже настоящие художники, это иллюстраторы, дизайнеры, ремесленники. Кстати, сейчас в Америке музыкантов, певцов и режиссеров тоже называют художниками. Это слово артист. То есть, сейчас, когда, например, по телевизору говорят о ком-то, говорят чье-то имя, и они говорят, что этот человек артист, вы даже сразу не понимаете, кто это – музыкант, певец, режиссер, композитор, художник, иногда даже писатель. То есть, вот это понятие «настоящий художник» в Америке сейчас очень широкое. И о линейках или о материалах вообще никто не думает. Я так пытаюсь понять, откуда это вообще пошло, что вот, например, если человек может взять и нарисовать лицо так, что это похоже, вот он настоящий художник. Откуда это пошло? Или что, например, если человек может кубик нарисовать четко, ровненько, без линейки, вот он настоящий художник. А остальные типа нет. Откуда это пошло? Почему мы не говорим, что если писатель пользуется спеллчеком, то есть автокорректором, когда он печатает в компьютере, то он уже не писатель. Или, например, музыкант. Если музыкант не может на слух настроить инструмент, ему нужен какой-то тюнер или камертон, или как там сейчас называется, то он уже не музыкант. Все. Вот раз вы не можете взять на слух настроить, то все, вы не музыкант. И это все настолько абсурдно, что это глупо. Просто глупо. Почему настоящий художник не может пользоваться линейкой, если ему это надо, если он этого хочет. Либо если у него даже не получается эта прямая линия, почему он тогда уже не настоящий художник. Сейчас я вам скажу еще одну абсурдную вещь. Настоящий художник должен уметь рисовать все и писать все. Потому что этому учат, и вот он должен уметь рисовать все, он должен уметь рисовать на дюрморт, лицо человека, пейзаж, и все это делать одинаково хорошо. Почему никто не говорит, что настоящий музыкант должен играть на всех музыкальных инструментах? Вот почему пианист играет на пианино, и это достаточно, чтобы он был музыкантом. А если художник пишет только пейзажи, и, например, не умеет рисовать лица людей, то почему он уже не настоящий художник? В общем, не знаю я, что там происходит с некоторыми людьми, что они при виде линейки входят в такое состояние, что сразу начинают кричать на каждом углу, кто там настоящий художник, а кто не настоящий художник. Может, просто еще настоящих художников вообще не существует, а существуют художники. И любой человек, который занимается какой-то самореализацией, самовыражением в художественном плане уже художник. Все. И даже не надо определять, кто там настоящий, а кто не настоящий. Вы знаете, мне еще иногда пишут, но это правда редко. Наверное, вот такого рода комментарий я получаю один раз в год, что настоящие художники должны быть дипломированы. И если у человека нет диплома художника, он не имеет права вести YouTube канал и пытаться там что-то рисовать, а еще тем более кого-то этому учить. Я считаю это вообще глупости, потому что все художники самоучки. Диплом это не то, что учит человека рисовать или писать, или быть там еще каким-то креативным человеком. Это все-таки какое-то внутреннее свойство. И если даже взять вот чисто художественное образование, то, чему учатся, это не то, чем потом занимаются позже, когда они становятся вот этими самыми художниками. Делаю дорожку на воде, пытаюсь попасть примерно там, где у меня самая светлая часть тучи. По идее, она должна отражаться в воде. Сейчас я присмотрелась к фотографии, там нет вот такой четкой дорожки, но все равно видно как-то в воде, где именно находится солнце, хотя самого солнца и не видно. Я пытаюсь создать нечто подобное. На сегодня с темой художника я уже окончила, я уже не хочу возвращаться к этому разговору. Вы знаете, вот что я заметила? Когда я нахожусь на берегу океана, и это открытый берег, типа как бесконечный, нет никаких гор, нет тумана, нет туч, и это солнечный день, и когда вы смотрите вдаль, вот в этот открытый океан, то вы видите часть окружности, то есть вы видите, что это неровная линия, вот как я сделала под линейку, а эта линия слегка закругляется, то есть как будто бы видно, что Земля круглая. Но это я говорю, когда виден этот громадный простор, все эти 180 градусов, и вот тогда и вправду видна эта окружность, вернее, часть этой дуги, окружности. и это поразительное зрелище, потому что ты начинаешь понимать, что Земля и вправду круглая. Но мы так не рисуем, потому что у нас нет зрения на 180 градусов. И если вы смотрели мое видео по перспективе, то я там объясняла, мне кажется, достаточно четко, что наш конус зрения всего 30 градусов. то, что мы рисуем, это фиксированный момент в пространстве и во времени. Поэтому мы традиционно, это в европейском искусстве такие традиции, рисуем то, что входит вот в этот конус зрения 30 градусов. Если представить себе человека, который стоит посредине и смотрит вот сейчас в этот океан, то есть предполагается, что это 30 градусов идет в одну сторону, в самую дальнюю точку горизонта и 30 градусов в другую. Конечно, в этом сегменте горизонт прямой, так как это маленький сегмент. Китайцы, правда, молодцы, китайцы часто пишут панораму полностью по кругу. У них получается такая длинная лента бумажная и там прям по кругу они выписывают, что происходит. Такие работы, как правило, хранятся в рулоне и читаются в рулоне. Это не работы, которые вешают на стену. Но там совершенно другая традиция живописи, совершенно другое представление о перспективе и как показывать этот мир. И как бы мне лично не нравилась бы китайская живопись, я всегда возвращаюсь к тому, с чем я выросла, к тому, что традиционно у нас. А это формы искусства, которые получили свое влияние от Европы, от этого никуда не деться. И я, в принципе, всегда возвращаюсь вот к таким обыкновенным традиционным акварелям. перед тем, как окончится это видео, я хочу сделать объявление. Ко мне поступило предложение провести курс по перспективе, но это здесь, в Америке, это будет на английском языке. И эти курсы будут онлайн, через интернет. К сожалению, ни у кого из вас не будет возможности записаться на эти курсы, так как это общество, оно более закрытое. Но мне можно делать запись и помещать это в YouTube. И для этого у меня есть отдельный YouTube канал, он чисто на английском языке. Иногда я выкладываю видео на этот канал, и почти все они были в ограниченном доступе, но сейчас я открываю этот канал, он будет доступен всем зрителям в любых регионах, и туда я начинаю помещать теперь видео по перспективе. Так что если кого интересует, можете посмотреть, все будет на английском языке. Мой английский язык, он достаточно хорош, чтобы выразить себя и объяснить что-то правильно, но мне кажется, что мой язык это не эталон изучения английского языка. Так что если кто-то будет смотреть эти видео с этой целью, это наверное не лучшее место, где можно учиться английскому языку. Но вся перспектива будет правильно, и объяснение будет более-менее понятно и лаконично. Ну что ж, эта работа подошла к концу, сейчас она перед вами уже полностью сухая. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. до свидания, с Новым Годом, всего вам хорошего, и возвращайтесь на мой канал. на мой vide? И поэтому